Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы продолжаем наше ежевечерное бдение в прямом эфире. И вот этот эфир мы решили открыть несколько нестандартно, можно даже сказать эпатажно. Я думаю, на общем плане вы уже догадаетесь и поймете, о чем будет идти речь в нашей сегодняшней передаче. Добрый вечер! Нихао! Нихао! Это по-китайски добрый вечер. Наши гости представляют. Это Юрий Шибанов, заместитель представителя Международного комитета защиты прав человека, главный редактор газеты «Пенитенциарь» и «Одещины» и Никита Шибанов. Судя по одинаковости фамилии, вы понимаете, что это родственники, это сын Юрия. Он руководитель молодежной организации Международного комитета защиты прав человека, учится на четвертом курсе в юридической академии и возглавляет журнал «Академия успеха», главный редактор этого журнала. Дело в том, что эти двое молодых людей представляют из себя пиар-агентство «Шибан Ши». Вроде бы это китайское звукосочетание, на самом деле там заложен корень фамилии Шибанова. А почему вот так мы принарядились? Дело в том, что буквально вчера поздно вечером прилетел Никита из Китая, он там провел достаточно активное время в трудах, в общениях, и вот привез оттуда такие свежие сувениры. Ну и не случайно у нас вот китайский флоручший, украинский, потому что вы еще и представляете интересы, содружество между Украином и Китаем. Ну и кроме этого, кстати, общество дружбы Украина-Польсия. Вообще вы люди всеядные, я даже не знаю, успеем ли мы обо всем сегодня поговорить. Давайте, Никит, давай начнем вот с этой поездки, да? На великой китайской стене хоть удалось побывать? Да, поездка очень интересная. Это моя первая поездка в Китай. Я первый раз посмотрел эту огромную страну и проникся ее культурой, ее образовательными центрами, и вообще это было как не запланировано. Ну, я учился в институте Конфуция, это как сеть международных культурно-образовательных центров, создаваемых Государственной канцелярией по распространению китайского языка за рубежом и Министерства образования КНР. То есть ты изучаешь китайский язык, да? И что это тебе дает, какие возможности? Ну, в дальнейшем мне бы хотелось учиться в Китае, работать именно по международному праву, так как я студент 4-го курса Национального университета Детской юридической академии. А ты не растерялся? Все-таки Китай, вот в нашем представлении, это громаднейший муравейник, там же миллионы и миллионы этих китайцев. У них, наверное, система образования иначе построена, да? И, так сказать, сама жизнь студенческая несколько иная, чем наша здесь, в Одессе. Да, она отличается, там очень все, там больше как совместных таких как центров, там нету отдельных институтов, там совместные студенческие городки, в которых находятся уже непосредственно сами институты. То есть есть какие-то образовательные, так условно говоря, площадки, центры, в которых студент может войти и сам себе выбирает то направление, в котором он развивается, я так понимаю, да? Ну, то есть это, в принципе, где-то похоже европейской системе образования, да? И сразу же перескакив... Вы знаете, мы будем перескакивать с разных тем, потому что хочется поговорить о многом. А можем мы разоблачиться? Ну, можем разоблачиться, да. Могу я надеть на всякий случай. Давайте. Присоединиться вообще любопытно. Я еще никогда не носил на себе вот такую вот шляпку. То есть, по-моему, ничего, по-моему, идет. Отца на Карасовом. Отца на Карасовом, да. Очень... Какая-то очень символичная вещь произошла. Ведь дело в том, что Никита там еще снялся в фильме. Вот ее расскажи. Да, в фильме неожиданно, когда я узнал, я даже внутренне как бы... Содрогнулся. Содрогнулся, потому что так получилось, что мой отец сибиряк, и он воевал в 45-м году как раз вот в конфликте Советский Союз и Япония. И они освобождали как бы китайцев, мы это знаем по истории. Но получилось, что ровно через 70 лет мой сын, внук моего отца, значит, снимался именно в этих событиях, как... То есть фильм об этих как раз событиях, в которых отец принимал участие. Именно в тех самых местах, где он с боями... В тех местах, где он с боями участвовал. Он там получил звание, получил орден Красной Звезды за очень интересный такой, как бы, героический поступок. Он переплыл через холодное время, как раз, когда снимался этот фильм, он переплыл реку в ноябре месяце или в декабре, на себе перевез там вещи, перевез огневые приборы и разжег костер, на который вышел десант, и они взяли высоту эту, которую контролировали японцы. Он за это получил звание Орден Красной Звезды и за боевые заслуги. То есть это, я как бы об этом помнил, знал об этом. И вдруг, когда Никита говорит, что его пригласили, нашли в социальных сетях его просто. Он не актер, естественно, он будущий юрист, но его нашли и пригласили просто как... — Сыграть русского солдата, да? — Да. Ну, учитывая, что он как бы похож, может быть, на солдата, не такой откормленный, как некоторые дети, а худенький такой. И они его пригласили и снимали его там много в этих эпизодах, в гриме. Ну, это интересно. — Вообще это уникально. Это вообще, вот как-то осознать это невозможно. Вот как история замыкается, да? — Да. Мы часто забываем о том, что многие вещи по кругу происходят. И мне было очень приятно, что так получилось, что он дедушку не видел своего. И то, что он оказался там и косвенно как бы принимал участие. Ну, тут есть какая-то историческая миссия, может быть, и культурная, может быть, миссия. Он снимался с известными актерами, просто он был в массовке, как бы. Это понятно, что он не актер, но, тем не менее, он представлял нашу Одессу. — Нет, ну, у вас семейство-то творческое. Помимо того, что вы оба занимаетесь журналистикой, вот ты еще, кстати, приложил руку к локолону и к нашей известной лягушке, вот к этому фонтанчику. — Ну, мне не совсем руку, я приложил деньги больше. По той причине, что когда-то мы гуляли, мы живем в центре. — Ну, ты же возглавлял цех художественного фонда, да? — Ну, у меня скульпторов не было в моем цеху. И мы гуляли как-то по городу, по центру, и Никита задал мне вопрос, который меня ошеломил. Ребенок маленький спросил, а почему дети, а это скульптура «Дети с лягушкой», если вы знаете, в центре города, в из-за оперного театра, почему они без ножек? — Я содрогнулся, понял, что да, мы проходим одесситы возле этого памятника, который является историческим. — И замыленным взглядом не обращаем. — Мы не обращаем внимания. Рядом проносятся эти «Мерседесы», эти «Гороспалком» ходят служащие возле локаона, который без рук стоял тогда, если вы помните. Дети локаона были без рук. И я проникся вот этим детским взглядом моего ребенка, обратился в скульптурный цех, нашел хорошего скульптора. изыскал небольшие деньги, но нужно было заплатить за материал, потому что это специальный мраморный композит, из которого делали все это. Это очень интересно в плане того, что остались только фотографии, и не было этих, как бы, ни отпечатков, ничего, то есть не было форм, не было. И вот скульптор по фотографиям и по детским ножкам своих детей, а у него оказались девочки как раз такого же возраста, как девочки на скульптуре. Он восстановил эти ножки, и вы сейчас видите памятники эти уже с этими ножками. В то время был председателем районного совета Жертнева Игорь Резник, если вы помните. Он депутатом был в Верховной Раде потом. Но он тогда проникся как бы идеей, и вот эта дорожка, которая к памятнику идет, а раньше там все эти свадьбы, которые в этих грязных сапогах, в этих висели на этих скульптурах, теперь уже можно подойти цивилизованно сфотографироваться возле одесских этих известных мировых памятников. Это маленькая наша, как бы, не заслуга, вернее, а внимания и любовь к нашему городу. Ну и тем более, что лаконов-то всего два. Один в Одессе, второй в Лувре, по-моему, да? Да, насколько я помню. Да, да. Но я сейчас о другом хочу сказать, что памятников «Дети с лягушкой» их три в мире. И каждый памятник – оригинал. То есть если лакон – это копия, то памятник «Дети с лягушкой» – это реальный оригинал, мраморная скульптура, которые, значит, остальные два памятника, они как реплика на это. Основной является наш одесский, а в Вене, по-моему, или в Германии еще есть по одному. Они немножко другие, чуть-чуть другие. Вот мы коснулись немножко зарубежья. Я вот хочу показать, собственно, эмблему вот этого Международного комитета защиты прав человека, заместителем председателя, у которого ты являешься. И Никита возглавляет молодежную организацию вот этого комитета. В связи вот с работой в этом комитете доводится, так сказать, налаживать, ну, проводить и народную дипломатику, кстати, в которой мы с тобой принимали участие лет 25 тому назад. Принимали, 5-30, да. Да, да, лет 25 тому назад в Регенсбург ездили, когда только-только подписал Семененко по братьевству. Но об этом мы вспомним чуть позже. Но сейчас вы бываете часто в Страсбурге, да, бываете в Давосе, в общем, об этом рассказываете. Нельзя сказать, что мы часто бываем, но те программы, которые мы проводим совместно с Юракадемией и с Лицеем юридическим, она как бы основана на изучении молодыми будущими юристами, посещении тех европейских правовых институций, через которые, или как бы Украина, базируясь на которой, как бы двигается вперед, ну, в пространстве информационном европейском. Называется программа «Европейский выбор», «Еврочойс». И наша инициатива была скромная, но, тем не менее, познакомить будущих юристов, нынешних студентов разных вузов, желающих участвовать в этой программе. Мы их приглашаем в поездку. Они недорогие поездки на автобусах, мы едем сами. Это не туристический маршрут в чистом виде. Конечно, мы посещаем и разные там памятники музея факультативно, но основное это побывать в тех, как бы, органах европейской, ну, для нас интеграция, но для этого это Европейский суд по правам человека, это парламент европейский, это, допустим, штаб-куртира ЮНЕСКО в Париже, ОБСЕ в Вене и так далее. То есть те дети или студенты, которые с нами ездят, приезжают другими, потому что они видят, где принимаются законы, где висит флаг Украины, как к этому относятся, потому что мы заранее обращаемся в эти организации, чтобы нас пустили хотя бы побывать. Когда мы побывали первый раз в Нюрнберге, в музее, он сейчас музей, но этот суд, где проходил над фашистскими преступниками, для многих было открытие, потому что я представлял, что это огромное какое-то здание помпезное. Оказалось, это обычный суд, в котором до сих пор в этом же зале проходит судимое заседание. И по законам Германии... Но он уже этот зал обустроен как-то более современно, или там такая же мебель старинная? Нет, та же самая обстановка. Проходит тоже... Конечно, оно реставрировано. Там все сделано дотошно, скрупулезно, как немцы умеют это делать. Самое главное, что там можно между заседаниями побывать. Это первое. И второе, даже экскурсию получить, если нужно, на разных языках. Там есть музей на этом же этаже, где проходили эти события, как бы, международного этого уровня. Там есть рядом музей, а этот зал остался неприкасаемым. И там проходит до сих пор современное заседание суда. И даже по законам Германии вы можете прийти и не участвовать в судебном заседании, а присутствовать вы можете. То есть это открытое заведение. Вообще немцы очень уникально и трогательно относятся к истории. Вот помнишь, когда мы были в мэрии Регенсбургской, у них там, во-первых, сохранился вот этот здоровенный зал, в котором еще в свое время заседали, по-моему, чуть ли не в 8-м веке, там местный князь, который управлял этим делом, там стоит на помосте под балахоном его трон, потом специально оббитыми разными цветами скамьи для высшего духовенства, для духовенства чуть ниже рангом, потом для вассалов места и так далее. Все это четко распределено. Потолок потрясающий. Помнишь, вот эти здоровенные брусья с кованными? Но самое интересное, что творится в подвале мэрии Регенсбурга. Там у них комната пыток сохранилась до сих пор. Нас туда водили, посмотрели, конечно, мороз по коже. — Вы знаете, Александр, или лучше на ты? — На ты, да. — Знаешь, Александр, что ты затронул такую тему уникальную, что сейчас, когда вот идут эти исторические шатания, разные на себя люди берут информационные эти потоки, что было. Жаль, что разрушаются какие-то памятники, которые так или иначе, пускай они несут негативную информацию, но они несут исторически воспитательную информацию. Поэтому я думаю, что не с памятника нужно начинать, не с разрушения памятников, а с созданием, может быть, новых памятников. Пускай будет это как исторический переход или как трансформация одной эпохи в другую, но пускай они остаются. Пускай даже они негатив, чтобы можно было показать потом, сказать, что да, вот была такая политика, там, сто лет, пятьдесят, неважно. Чтобы мы могли передать потомкам, пускай негативную часть истории, но чтобы она была историей все равно. У нас это наслаждалось много десятилетий еще в старой нашей стране, и даже существовал такой гимн, разрушен до основания, так возникает вопрос, а зачем? Не, а зачем, а зачем? Никит, давай поговорим о вашей газете, да? Главный редактор, вернее, журнал, журнал «Академия успеха». Вот кто работает в редакции, как часто вы ходите, вообще что в этом журнале, где его можно взять, полистать, почитать? Ну, это издание планировалось вначале как совместно с моим университетом, но потом мы решили сделать это как международное издание, которое будет опубликовать разные успешные проекты, успешных людей. Оно опубликуется на двух языках, на русском и на английском, и выходит ежеквартально. А какая база полиграфическая, где печатаете? Печатаем здесь, в Одессе. «Каждый тираж» — это порядка 7-10 тысяч экземпляров. Прилично. Да, и основная фишка нашего издания, что мы можем делать различные обложки тем самым, что он попадает в различные сферы. Это как губернатор, президент, так и конкурсы красоты. То есть классные структуры, да, и различные пиар, мероприятия. У нас само издание, я являюсь издателем, а Никитой главным редактором, наше издание комплементарное. То есть мы не ищем столкновения каких-то мнений, потому что это не наш формат, этого хватает. В основном мы выбираем те проекты, которые на слуху, которые хотели бы видеть и себя. Там очень много фотографий, они небольшого размера фотографии. И само издание, если кто-то знает полиграфию, это Б пятый размер. Это небольшой размер. Но у нас это не коммерческая работа. Мы его не продаем. Даже в подписке его нет. Мы его раздаем бескорыстно, бесплатно. То есть это издание, так понимаю, как зеркало, отражает просто те процессы и тех людей, которые участвуют в этих процессах? Я даже бы сказал эгоистично, что это как бы наша визитная карточка в тех проектах, в которых мы участвуем. Но где-то мы должны это продвигать или показывать. О проектах сейчас обязательно поговорим. Но я хотел тогда еще к одному изданию обратиться, к которому уже непосредственно ты имеешь отношение. И я вот тут опять же подчеркиваю всеядность вот этого пиар-центра Шибанши. Вот, извините, издание, которое, ну, Академия успеха, которая говорит, так сказать, об одном. Вот есть такое издание, как Пенитенциария Одессины. То есть и проблемы, так сказать, нашей пенитенциарной службы тоже отражаются в этом издании, я так понимаю, да? Да. Я сейчас, если хотите, пару слов скажу. Ну, может быть, это не самое популярное издание, и многие скажут, а зачем вообще оно нужно? Могу сказать, что я, благодаря тому, что я в комитете по защите права человека, я вхожу в совет службы пенитенциарной юга Украины. И когда я попал случайно, совершенно, посетили мы наши колонии Одесские и СИЗО, я увидел, что не так все просто и не так все одинаково, все, ну, под каким-то углом рассматривать. Тема сама, она и очень болезненная, и интересная в плане философии. Общество начинается, если театр начинается с вешалки, то я когда-то пошутил складку и сентенцию, что общество начинается с тюрьмы. Может быть, это скабрезный такой, как бы, черный юмор, но тем не менее, преступление, наказание никто не отменял. Оно существует, хотим мы этого или не хотим. И так или иначе, наше общество было от этой информации, как бы, было закрыто эта тема. Было закрыто, да. Но мне как журналисту было интересно посмотреть, во-первых, то, что закрыто, и то, что обсуждается с постоянным негативом. Там есть очень положительные вещи. И это, в конце концов, это людские судьбы. Хочу, опять же, перескакивать с одной темы на другую, потому что хочется все-таки объять необъятное. Но к колониям уже вернуться. Это очень интересная тема. По поводу различных программ, различных проектов, в которых вы принимаете участие, которые вы разрабатываете, вот один из проектов мне очень понравился, это кооперативное строительство канадских домов для молодых специалистов. Расскажите об этой программе, потому что очень любопытная вещь. Я коротенько скажу, но когда-то в свое время в ЦК ЛКСМ я просто как дизайнер приехал и в Москве это было. Я сделал доклад о кооперативном строительстве. Это была просто моя инициатива как бы тоже с молодыми руководителями предприятий. Мы просчитали. Когда-то были еще, помните, эти студенческие отряды. Да. Давно это было. Да, строительные, да, СССР. И вот на основе этого мы просчитали систему этих отношений, связанную и с производством, со строительством имеется в виду, с материалами и с востребованностью жилья. Молодые люди могли получить, наверное, свое жилье к 40-м годам, наверное, в то время. Сейчас та же самая история повторяется. Почему я хочу вернуть эту тему народу, людям, социуму? Потому что у меня у самого молодой человек как бы в семье, сын мой, им нужно свое помещение уже иметь. Чем раньше они будут самостоятельны, тем они быстрее войдут в эту жизнь. Мы побывали с Никитой все время с губернатором Киевской области. Мы ездили в Будапешт, изучив опыт, посмотреть опыт, как у венгров это делается. Это близкая нам страна, мы чем-то похожи. У нас общие какие-то там есть корни. Это государственная программа существует по этому поводу. Поддержка молодых специалистов. То есть они учатся, заканчивая этот институт, и себя уже определив, какое они будут занимать направление в своей деятельности, они могут попробовать и принимать участие в таких проектах, как технопарк. Это тоже на слуху. Все слышали, что такое технопарк, что в Одессе он должен быть. Кстати, китайская сторона принимает участие, она хотела финансировать. Технопарк подразумевает это производство, маленькие производства, мини-производства. И тут же рядом вся инфраструктура. Это и жилье, отдых, школы и так далее. То есть для молодежи это будущее за этим. Но надо подчеркнуть, что у нас же на памяти то, как государство наше предлагало создавать молодежные кооперативы, строить новостроя, большие дома, брать кредиты в банках. Очень многих, кстати, по этому поводу кинули. Люди в долгах были, молодежь. Что-то было недостроено очень много. Здесь речь идет о компактном строительстве. Тогда у небольших таких домов есть затратность. В чем суть и оригинальность этого? То, что сами студенты, молодежь может принимать участие в самом строительстве городка. Учитывая, что это канадская технология, вы, наверное, слышали, ну и многие слышали, как бы наши одесситы, что такая технология уже существует. Просто она не была популярна по многим причинам. Ну, во-первых, все привыкли, что это должно быть каменное строение. А когда говорят о сэндвич-панелях, люди не совсем доверяют этому как бы. Но я был в свое время в Америке и видел, как на моих глазах в течение месяца мой друг Абдурахманов, был такой наш художник одесский, в Нью-Йорке, на моих глазах за месяц построил свое здание, свой дом. Я видел, как это происходит. Настолько было легко, но это было давно. И вдруг я узнаю мой друг Михаил Жадан. Он является представителем этой технологии здесь. Его фирма, Аванта, ее знают тоже все одесситы. Ну вот, они согласились участвовать с нами в этой программе. И Банк, Приватбанк готов тоже участвовать финансовым инструментом, чтобы помочь молодежи получить жилье, вот будучи молодым, а не когда они там уже будут к 40 годам. Но вот эти сэндричные технологии, они выдерживают наш морозок на памяти? Вот снег только что растаялся и долго пролезался. У нас как бы, у нас не рекламная сейчас компания, в данном случае по телевидению. Мы с вами о другом говорим. Но коротко скажу, что 20-сантиметровая панель по ширине, толщине, не знаю, как лучше сказать, она как метровая каменная кладка по теплоемкости, по теплозащите. Поэтому я думаю, что за этим будущее, потому что это в три раза дешевле квадратный метр получается, чем в бетонном здании. Во-вторых, там нету никаких грязных работ. Это можно сделать на любом участке, если у вас есть сама инфраструктура, имеется в виду коммуникации и так далее. Настолько все просто, что многие из-за простоты немножко как бы боятся. Ну, слишком оно как бы смотрится. На самом деле, там много деревянных конструкций, и там дышится легко. Там нету бетона. Вот главное. Для меня это очень... И самое главное, что в отличие от тех новостроев, которые недостроены у нас, и мы знаем, вот куча скандалов, проблем по этому поводу много. Почему возникают, как правило, вот эти вот задолженности, невыплата и так далее, неполучение жилья? Потому что один строит, он перепродает через посредников, через посредников, прячет, так сказать, концеводу и так далее. Я считаю, что здесь, под эту программу, это можно сделать государственной программой. И четко под, именно отслеживая, так сказать, различными органами, которые, собственно, должны заниматься молодежью, без всяких посредников, напрямую. Поэтому и цена в три раза дешевле получается. Ты опередил как бы то, что я сказал бы... Я догадался. Догадался, молодец. Я хотел сказать, что в данном случае человек не отдает кому-то эти деньги, он сам себя финансирует и сам присутствует при этом. И есть возможность, благодаря участию в этой строительной компании, в самом процессе стройки, сделать ниже себестоимость. То есть получается, что те специалисты, которые будут руководить технологическими процессами, без этого нельзя, чтобы он не развалился, это понятно. Он должен быть технически правильно собран дом. А вот отделочные работы и все остальные подсобные работы могут в этом принимать участие сами жильцы. Да, и они же за счет этого уменьшают... Мало того, это... Я прошу прощения, да, перейдем к следующей теме. Давайте, да. Пять минут до окончания эфира. Еще хотелось бы поговорить о различных культурологических проектах, фестивалях, которые вы тоже, так сказать, инициируете и принимаете в них участие. Расскажите об этом. Потому что у вас тоже за плечами достаточное количество фестивалей, интересных, любопытных, и причем не только в Одессе. Я в жюри еще Мессодес. Есть такой у нас проект, если вы знаете. Он самый первый был в Советском Союзе. Мессодеса была самая первая вообще. Данил Шац начинал. Да, Данил Шац, это наш друг. То есть я в жюри уже лет 25 в этом конкурсе. Дело в том, что сейчас Татьяна Савченко, которая является главой представительства этого комитета Юго-Украины и владелец торговой марки Мессодеса, она сейчас новый проект возглавляет и анонсирует его. будет Мессодеса всемирная. Вот это, я думаю, интересный ход. Логично, есть всемирный клуб Одесситов, потому что мы не можем всемирные Мессодесы. Когда вы сказали о культурных программах, о фестивалях и так далее, я считаю, что Одессит — это как культурное масло, размазанное по всей планете. Куда бы вы ни приехали, в любой стране есть Одесситы. И они очень активны всегда. Они так или иначе, ту вот марку Одесса, они ее продвигают в разных, то ли в бизнесе, то ли в культуре, но обязательно Одесситы везде присутствуют. И самое главное, что Одесситы всегда мыслят нестандарты, они всегда предлагают оригинальные какие-то пути, вот, так сказать, достижения определенного результата. Вот этим, так сказать, они изворотливее как-то, они более, ну, шире фантазии у них, что ли, да? Вот благодаря этому, наверное, Одесситы и продвигаются. Наверное, не только фантазия. Сам, сама почва и сам воздух в Одессе, он специфический. Разговаривая с любым, с маленьким Одесситом или со взрослым, вы понимаете, что они нестандартно мыслят. Это проявляется не знаю как. Это видно вот, что-то в этом, в атмосфере находится. Это уже Жванецкий говорил об этом. Я был в свое время замдиректором этого клуба Одесситов. И когда я приехал, опять же, в Москве, представлял наш город лет 20 назад еще, когда я был главным художником кинофестиваля московских, именно оригинальное мышление, то, что вот, то, что я принимал участие в театральных постановках, вот здесь, там, еще где-то, это вылилось в большие проекты, неожиданно совершенно. Потому что то, что в других городах десятилетиями доходит, Одесситы это схватывают как бы вот так вот. на лету, поэтому... Так мало-то схватывают и продвигают. Ну что, все, у нас последняя минута до окончания эфира. Все наши проекты, все, что мы делаем, это во славу нашего города. Фестиваль весело есть такой, фестиваль инициативы нации. Мы проводим, мы все проводим, мы со всеми сотрудничаем. Все это будет, я думаю, что об этом мы, кстати, вот об этих, об этих ваших делах, и о тех вот, которые планируются в ближайшие... О информационной площадке, мы хотели поговорить об этом с вами. В следующем эфире встретимся, да. У нас очень интересная тема будет для молодежи. Я хочу, все-таки мы начали с китайской темы, хочу китайской темой и закончить. Такой есть анекдот, значит, на Брайтоне, Одессит, держит магазин, значит, большой такой супермаркет. Ну и к нему пришел тоже Одессит, приятель, они стоят там в этом магазине, вот что-то разговаривают, а в уголочке там китаец ходит, значит, моет пол. И потом китаец что-то отставляет швабру, значит, подходит к хозяину, вот, извиняется, и на чистом иврите у него задают ему вопрос. Этот ему на иврите отвечает. Китая, значит, спасибо, отошел. Говорит, слушай, у тебя китаец, выучил иврит, он говорит, шатихо, он думает, что это английский. Вот на этой веселой ноте мы заканчиваем наш сегодняшний эфир. Спасибо вам огромное, что пришли к нам в гости. Еще раз напоминаю, у нас в гостях были Юлий Шибанов, журналист, и представитель Международного комитета защиты прав человека. Мы еще придем, Александр. Я вас еще приглашаю, Никита, он руководитель молодежной организации вот этого комитета защиты прав человека, студент четвертого курса и будущий студент одного из китайских вузов. Спасибо вам огромное и до новых встреч. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин